Вдохновленные и воодушевленные, вышеизложенные, мы продолжим нашу поездку в другую страну, как и запланировалось, в Российскую Федерацию. Присоединяйтесь к нам! Москва. Как и любая столица, продвинута во всех отношениях. И крупнейшие мировые компании и бренды первыми открывают здесь свои офисы. У каждого холдинга в любой стране есть свой руководитель. В Москве руководство холдинга возглавляет талантливый молодой человек, свободно владеющий четырьмя иностранными языками и дальновидный профессионал своего дела. Диловар Давлатов. Кадры, получается, решают все. Неправильные кадры это может потащить компанию вниз. Соответственно, здесь мы упор держим на трех основных факторов. Первый – это коммуникабельность. Второй – это профессионализм. И третий – энергичность. Стоит отметить, что одним из ключевых сотрудников каждой компании является главный бухгалтер. Анна Николаевна также два года работает в холдинге. Она принималась на работу по особым критериям. Я уже являюсь сотрудником как раз, вот, скоро будет два года. Вот, именно нравится быть частью команды. То есть, когда это не отдельно, а когда твое мнение спрашивают. Ты принимаешь участие во всех вопросах. И вы действительно являетесь командой, что помогает двигаться вперед. Потому что хочешь идти далеко, иди не один. Холдинг UDI Group в Москве начал несколько видов бизнеса с большим опытом. Но за более короткий период времени, чем другие компании, и добился больших успехов. Основной вид нашей деятельности, которой в России занимаемся, от того розыночной продажи парфюмерии, он начал, мы создали этот бренд в 2021 году. Года нету еще. Вот в этом году, 27 января 2022 года, будет год, как мы занимаемся. Орехмаркет также, ну, чуть больше года, год и два месяца. Вот, как мы начали заниматься. То есть, я могу с уверенностью вам сказать, что в ближайшие 2-3 года в России будет больше компаний, нежели чем в остальных государствах. После беседы с первыми лицами компании мы направились в торговые точки холдинга UDI Group в Москве. С брендом Rich Aroma мы уже знакомы. Магазин расположен в бизнес-центре Prince Plaza в Москве. Здесь ежедневно большое количество покупателей приобретают различные виды парфюмерии. Наша компания основана почти год назад, так как мы входим в холдинг, очень известный UDI Group. Но наше направление – это именно парфюмерия. Мы занимаемся производством и продажей парфюмерной франшизы. Плюс одно из направлений – это собственная розница парфюмерных бутиков, магазинов, как по России, так и ближние зарубежья. Мы тоже сейчас максимально осваиваем. Штаб-квартира Rich Aroma находится в Москве. Именно отсюда эти духи направляются в другие филиалы компании в другие страны. Благодаря хорошей работе компания Rich Aroma в Москве добилась ряда успехов, самый значимый из которых заключается в том, что с каждым месяцем растет спрос на ее продукцию и растет количество точек продаж и партнеров компании. Это бизнес, построенный на доверии, так как наша франшиза не предусматривает никаких дополнительных взносов финансовых, что на самом деле на подобном рынке бывает очень редко. При этом мы максимально ориентируем партнера на работу с первых этапов. То есть это начиная от заключения юридических моментов, то есть буквально с юридического лица и заканчивая открытием торговой точки. Но дальше мы, естественно, не оставляем нашего партнера. Мы продолжаем сопровождение вплоть до вывода партнера на тот уровень, который должен быть в продаже. В современном мире создать бренд весьма нелегко. Он должен удовлетворять потребности не только одной страны и ее пользователей, но и всего мира. Рич Арома – это уже бренд, поделилась Наталья. Основной фокус делается именно на продукт. То есть это современный, абсолютно современный продукт. Это продукт, который отвечает всем требованиям современного клиента. Это очень важно, потому что в той ситуации конкуренции, которая сейчас есть, это просто без этого никуда. Ценность компании как раз-таки и состоит в том, чтобы мир парфюмерии, как мир искусства, как мир гармонии передать массовому клиенту. То есть чтобы это не было каким-то сегментом для избранных или сегментом для людей с каким-то высоким уровнем достатка. То есть мы хотим нести эту красоту, гармонию, это искусство в массы. И начиная от бабушки и заканчивая, я не знаю, человеком с высоким статусом, он должен прийти к нам и найти свой аромат и свой продукт у нас.